Всем привет, друзья! Очередное видео. Делаем маток. Отставляем по одной рамочке. Показываю, как это делается. Открываем гнездо. Залезло. Открываем гнездо. Смотрим, сколько у нас расплода. Если у нас расплода 5-6 рамочек, одну рамочку всегда можно забрать и одну рамочку струсить. Итак, у нас сделаны специальные нуклеусные отводы, где можно делать маток. Они не слетят, даже если вы сделаете... За бороду укусила, ах, старушка. Кусаются иногда, но ничего. Это для нас не составляет труда. Итак, когда мы открыли гнездо, мы находим матку с рамкой. Отставили мы ее сюда. Вот. Я, чтобы сократить время, отставил матку с рамкой сюда. И ту рамку, которую я хочу отставить с расплодом, я тоже отставил сюда. Она вот с расплодиком. Итак, что мы делаем сначала? Сначала мы подбираем рамочку с медом. У меня отставлена рамочка с медом. Сейчас покажу, что там есть. И берем одну рамочку с пчелами, боковую, где нету расплода. Нету расплода. Мы эту рамочку боковую идем и ставим в нуклеус. Каким образом ставим в нуклеус? Мы ее не ставим, а струсиваем. Струсиваем. Чтобы у нас было достаточно пчелы обогреть ту расплодную рамочку. Этот нуклеус, подойди сюда, на две рамочки. На две рамочки. Чтобы удобно было поставить все остальные, мы сначала струсиваем. Струсиваем полностью. Она боковая рамочка. Тут напрыск. Но напрыска маловато и пыльца. То мы просто струсили пчел. Нам надо побольше пчел. Эта рамочка медовая. С этой стороны, с этой. Ставим сюда. Поставили. Теперь ставим рамочку с расплодом. Теперь ставим рамочку с расплодом. Расплод у нас печатный по краям, а по центру засев яички. Очень удобно. Пчела обогревается хорошо. И с этой стороны по краям, а по центру яички засеянные. Пчела будет обогревать и низ, и верх. И все будет компактно для вывода маток. Это самая хорошая рамочка. Итак, ставим сюда. Подойди сюда покажу. Тут у меня два нуклеуса. Один я уже поставил. Рамочка расплодная к этой стороне ставится. Медовая к этой стороне. Вот. Одну мы струсили. Здесь у меня тоже самое. Расплодная к расплодной. Середочка, стенка у нас тоненькая фанерка. А расплод они обогревают. Получается как бы маленький отводок, который обогревается, греется. Фанера она теплопроводная, она прогревает. Внутри к этой стенке стоят две расплодные. По бокам две медовые. Пчелы имеют возможность обогреть хорошо. Это у меня маленький нуклеусный ящик на четыре отдела. Две рамочки, две рамочки, две рамочки, две рамочки. Два отдела я сделал. Два отдела буду делать дальше. То же самое поставлю медовая. Медовая. А к центру между тоненькой фанеркой поставлю расплодная. И получится у меня один ящик, который на десять рамок. Он годится на восемь рамок нуклеусов. То есть по два, по две рамочки каждый нуклеус. Каждый нуклеус имеет выход. Один нуклеус, второй нуклеус, третий, четвертый. Все они имеют выходы и поэтому здесь пчелы заложат маточники и матки облетаются. Пчела молодая, она никуда не слетит, потому что она только что вышла. Итак, друзья. Таким образом, там у нас сохранилась матка. Мы ее ставим на место. Матку мы не отбирали. Смотрим, где у нас тут сохранилась матка. Вот она маточка, обратите внимание. Я нашел сначала матку, отставил, а потом оставил рамочку засев. Вот она сеет. Ей даем возможность сеять. Здесь мы имеем такую возможность. На низу три рамочки с расплодом, наверху рамочки с расплодом. И поэтому мы ставим здесь три рамочки с расплодом наверху. Добавляем рамочку под засев, потому что мы... Вот, в центр. Потому что снизу будет подниматься тепло, она будет продолжать сеять. И она очень быстро засеет. Забрали мы всего от пчелы, здесь достаточно. Одну рамочку мы там струсили пчел, мы ее заберем на место поставим. Этих пчел мы струсили. Это тут у нас пыльцевая. Пыльцевая рамочка. И немножко трутней под сейломатка. Но проблемы нету. Она как была сбоку, так мы сбоку поставим пчелу, на нее налезут. Гнездо практически семья у нас не ослабла. Почему по весне можно взять одну рамочку, две рамочки? Весной усиленно семья развивается. И мы ничего не потеряем, если заберем одну рамочку. Итак, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Таким образом мы сделали новых маток. С каждой семьи можно сделать по одной новой матке. И маленький отводок, который потом мы можем усилить за счет этой же семьи. Итак, если вы потеряли семью, вы можете свободно так развернуться по весне и иметь успех от хорошей каждой семьи. Главное, чтобы была у вас матка запасная. На пасеке всегда должны быть запасные матки. И вам будет удача, если вы сделаете так. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте посмотреть мой канал. Постоянно новые видео. И ждите следующего видео. Они будут очень удачные. До встречи.